Музыкальная азбука И предпочтений, свои понятия о музыке, особенно классической Но есть какая-то система совсем простых сведений, совсем простых вещей Совсем простых очевидных истин, которые желательно просто в правильном порядке выстроить Чтобы потом все вкусы, предпочтения и тонкости можно было обсуждать с особенным удовольствием И вот начнем мы с венских классиков Первая из этих лекций будет посвящена самому известному, самому растиражированному И в классической, и в массовой культуре персонажу Вольфгангу Амадею Моцарту Как он стал венским классиком? В принципе, это одно из продолжений хорошо знакомой нам темы «Понаехали тут» Ведь и Гайден, и Берховен, кстати А известно, что венскую классическую школу прежде всего олицетворяют вот эти три имени Три этих могучих фигуры Никто из них в Вене-то не родился Но как бы то ни было, именно они, по разным причинам оказавшиеся в этом городе Именно в нужном месте, именно в то время, которое потом тоже оказалось самым важным для музыкальной истории Всех времен и всех народов, кстати Сделали то, чего больше не сделал никто Почему и как? И еще одна азбучная истина, которую я хочу сразу произнести, чтобы потом к ней много раз вернуться Музыка — это не чистое абстрактное искусство, связанное с тончайшей игрой в звуке Хотя, конечно, и то, и другое, и третье правильно И про игру в звуки, и про абстрактное искусство Но музыка — это всегда часть жизни И она смысл, понятный и близкий нам с вами, приобретает именно тогда, когда мы поймем и почувствуем Насколько она малая часть всей остальной жизни, из которой она родилась, став великой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова